Здравствуйте, Алматы! Здравствуйте, алматинцы! Это проект «Тысяча троп Алматы и окрестности». И сегодня мы с Багидой решили изучить очень модный в Европе вид туризма. Это называется этно-туризм. Хотя, наверное, каждому казахстанцу он знаком с детства, потому что точно каждого из нас в детстве отправляли на деревню к бабушке. Ну а чтобы слиться с тематикой нашей сегодня программы, я даже надела платочек, чтобы на себе ощутить, что такое килин. Ну, ты знаешь, что-то как-то вот, может, не стоит. Ну ты подожди, подожди, потому что у тебя будет сегодня роль Аксакала, главного гостя. Вот, пожалуйста. Ты уверена? Да, я хочу, чтобы ты был в этой программе. Ты думаешь, это стоит сделать, да? Конечно. Давай, забираю у тебя шапку на всю программу. Так, а где тут вот так, наверное, да? Да. Ну что, пошли осваивать этно-туризм? Хэй, пойдем, да. Туризм с приставкой этно уже не одно десятилетие находится в списке самых популярных и модных видов отдыха, побуждая хипстеров, клерков и домохозяек с детишками отправляться в деревни и села, подальше от городского шума и вай-фая. Тут можно и на коров посмотреть, и молочка попить, и воздухом свежим подышать, и в реке искупаться, причем сильно не напрягая свой семейный бюджет. А вот когда местная этно набивает оскомину, неугомонный урбаноид отправляется на деревню китайской бабушке или тайской. А с недавнего времени настала очередь и наших опашек. Ну, моя будущая свекровь, я все делаю для тебя. Спасибо. Кто сказал, что здесь не нужна физподготовка? И даже в культуре казахского народа очень даже нужна была хорошая физподготовка. Я прям уже все руки себе отбила, но я сделаю самую мягкую кошмару. Песня. Она же сопровождала все вот эти действия, не просто так. У лепки баурсаков, отбивание шерсти, у вышивки. Должны же быть какие-то свои особенности. Почему? Что они давали? Посвятила ее вот этой шерсти, да? Вот как она ее взбивает, пусть она будет мягкой, пусть она будет пышной и так далее. Понимаете? Это каждая песня, Жоуру, да? Каждая песня посвящена чему-то. Взяли барашка. Мы его подстригли, помыли, вышивки. А потом что делать? Мы ее, во-первых, сейчас вбиваем, чтобы вся остаток пыли и грязи, которая была внизу, видите, он остается внизу. Посмотрите, сколько ее. И теперь, когда уже она чистая, тогда наши опашки, наши кейлинки, девочки наши ее теребят. Вот смотрите, если мы ее теребим, она становится пышная. Но даже теребить ее надо вот мелко-мелко-мелко-мелко, видите? Тогда остатки, во-первых, грязи упадут, а во-вторых, это будет уже чистая пышная шерсть. Вот это, да, и в корпище пойдет. Правда? Мягкое корпище, хорошее будет. И в одеяло, что оно теплое будет. И вот такую кашму мы с нее можем сделать, да? Все, это все вот полностью. И валенки мы с нее можем, и яичики сделать. Для всего. Вот эта шерсть, это наша одежда, это наше одеяло, это наше спальное место, это все. Это наша вот баранья шерсть. Она прям как облачко. Вот такая здесь все делает облачки. Они не только на небе, они бывают и здесь, в Казахском ауле. Мы решили погрузиться с головой в новый для нас, на очень модный и популярный за морями и океанами вид туризма. Этно-туризм. Это когда ты забываешь про соцсети и ванну с пеной, надеваешь старые джинсы и едешь на деревню к бабушке. Можно к своей, а можно и к чужой, специально приглашенной. А все ради того, чтобы подержаться за корни и понять, что счастливо жить можно и без лабутенов. Оказывается, женщины оставались в ауле, занимались своими женскими делами, с шерстью, с едой, с ткачеством, с вышиванием. Все это дело сопровождалось песнями. А где были мальчики в это время, спрашивается. А мальчики были, вот как сейчас я вижу, на лошадях скачут. Мальчики в это время были за территорией аула. Они охотились, они пасли скот и появлялись дома только вечером. Так что, все как в обычной жизни, мальчики на работе. У среднестатистического казахстанца обязательно найдутся родственники в ауле. И сельские премудрости ему не в диковинку. Он с детства знаком с традициями, хоть уже и не кочевой, но все же одноэтажной жизни. Хотя в последнее время наши первоклашки больше разбираются в настройке роутера, чем в устройстве юрты. В школе подобной науки вряд ли обучат. Поэтому все больше и больше городских мамочек задумывается о деревенском воспитании своих чад. Хоть и коротковременном, но все же поближе к корням. Я сейчас буду в платье. Можно сказать, что я 50 лет, да, более 50 лет живу в Казахстане. Но в юрте, в настоящей, да, не в музейной, которая разрезана пополам, я не был ни разу. Вот это юрта! Самая настоящая юрта, ты представляешь, Вадим? Вы знаете, да, что юрта вообще в мире считается самым правильным, самым удобным и самым безопасным жилищем? Это экологически чистое жилище, во-первых. Во-вторых, оно имеет круглую форму. Это считается связь с космосом. Ну и вообще юрта имела не только жилищное, но и сакральное значение. Сакральное в том, что, вот, например, возьмем шанра, да, символ солнца. Это символ семьи, это символ любви. Вот это деревья. Оно сложено все крестиками и перетянуто вот такими кожаными жгутами, да. Вот это тальник, тал. Он очень хорошо гнется. Все это собирается в гармошку. Просто собирается и получается такое маленькое кирике, которое можно аккуратно загрузить на лошадь, на верблюда, на вала и спокойно перевезти вот на большом... А сколько весит, вот, допустим, вот такая вот юрта в собранном состоянии? В собранном состоянии она будет весить около 300 килограмм. 300 килограмм. Поделить его на двух лошадей, это почти ничего. Сколько мужчин должны собрать такую юрту? Я вам так скажу, вот молодая семья, вот вы выйдете замуж, да? Ваш джигит, вы, да, вдвоем за 4 часа должны собрать эту юрту. Ты представляешь, какие раньше крепкие браки были, да? Это в каком партнерстве они должны были находиться, чтобы собрать целый дом. Вот сейчас, да, нас учат, женщина должна быть женщина, мужчина там должен быть мужчина, ничего не трогать, ничего не делать. Я думаю, ни одна бы юрта бы с нашим участием. В нашем обществе женщина должна уметь грамотно разговаривать с риэлтором. Я бы предложил мамочкам не сплавлять детишек в одиночку к бабушке в деревню, а и самим тоже туда наведаться. Мое второе имя – Шамирис. Думаю, им полезно будет узнать, что счастье материнское – это не только бибифон и безлимитный запас памперсов. Я двоих детей вырастила на памперсах, которые запрелости всякие, покраснения есть. А раньше, вот, например, это приспособление было для мальчиков, да? Ну, я объяснять не буду детально, что есть куда, но ты представляешь, насколько ребенок был без памперсов, чистенький, да, и хорошо спал, потому что это уж точно позволяло ему, то есть ничто нигде там не натирало. Научите мне песни петь. Благодаря столь модному течению, то там, то сям, на просторах Средней Азии предприимчивые туроператоры стали организовывать стилизованные этноаулы, чтобы не пугать заморских гостей побочными эффектами сельского жития в виде проселочной дороги и кизяка на пороге. Тут гостя и накормят, и напоят, и покажут тонкости местного фольклора. Уважаемые батыры, не сидите дома, седлайте своих коней и езжайте к нам в АУ. Но я, как самая настоящая девушка, не удержалась и привела, Вадим, к тебе качелям. Скромность украшала всегда нашу девушку, наших парней. Они очень уважали старших, и поэтому на людях улыбаться, знакомиться было неприлично. И вечерами, как и вся молодежь, они собирались вот возле таких алтабаканов. Девушка не может посмотреть на парня, да? А когда качеля вверх, и девушка вверху, ее взгляд куда падает? На парня. И она может его оглядеть, и может посмотреть в лицо и подумать, а вот подойдет он мне или не подойдет оценивающе. Вот даже такое значение имели вот эти качели. Вообще это было молодежное развлечение. Место тусовки, как сейчас у нас по-современному говорят. А получается, хитро это было сделано. То есть, получается, когда они раскачиваются, да, а пашки, которые наблюдают, да, за целомудренностью своих подопечных, они не видели, чем они там занимаются, да, раскачиваясь. У них еще голова может закружиться у старой женщины. Конечно. А там просто... Ох, молодежь-то, ох, молодежь. Вадим, ты представляешь, я так и ощущаю себя героиней казахского кино. Я, например, Кыжибек сейчас. Вот я прям помню сцену из фильма, когда они качались на Алтынбакан. Насколько красивые наши казахские традиции и обычаи. Очень жалко, что наши казахстанцы очень мало интересуются именно этно-туризмом, да, потому что сколько можно было много всего научить своих детей, сами много чего узнать, да, и прийти, и устраивать мероприятие уже в таком традиционном стиле. Еще одна национальная гордость – конь. Он и верный друг, и помощник, и еда. Последнее вызывает частенько недоумение у хипстеров и веганов, хотя недолгое. Наши батыры, специально обучавшиеся джигитовке у каскадеров, заставят забыть любого гостя об особенностях локальной кухни. Так, кто готов стать моим батыром и прокатить меня по просторам наших степей? Вы меня прокатите, о, мой батыр. Раз, два, два, три. Есть! О, мой батыр, скажите, как вас величать? И у алмаза. Алмаз, да? А вот так батыры уводят к себе, вау, невест. Конечно, я без приданного сегодня, но я не готовилась уж, извините. Приданное потом, теща привезет. Привезет, да, хорошо. Я в первый раз на коне, еще и в платье, понимаешь? Ты представляешь, во мне просто море эмоций сейчас и страхов. На самом деле, я очень боюсь упасть, но вот моя лошадочка, я, кстати, подобрала такую же беденкую, светленькую, прям как я сейчас, думаю, очень добренько. А как зовут коня? Серый. Серый. Каскадер, что еще на лошади, это же очень опасно. Вообще опасно мне сидеть даже сейчас, если она резко поедет, я упаду и все. А тут, как это у вас? У меня просто желание было, я людей попросил на учебе, они на учебе. Вот с намада у нас был инструктор, он раньше выступал в цирке, он джигитовщик 2015 года в Казахстане. Он сейчас как на пенсии по здоровью, он меня инструктор учил. Я показываю свое мастерство. Значит, на эту ногу опираюсь, этой рукой держусь, вытягиваю ногу. Ого, прям прямо вытягивайте, сразу на шею, на шею. Да, вот так, во-во-во, вот так. Турку, да-да, во-во-во. Есть, теперь как? Туда так же опять же встаете, еще так же. А самый легкий трюк выучила, как это стрелять, если тебя не в тот аул повезли все-таки. Мир! Чтобы был ты невредимый, чтобы счастье было у нас с тобой. Эй! Курикас! Эй! Эй! Эп! Эп! Ого! Скажу тем, кто не знает. У меня дома, в двухкомнатной квартире, в микрорайоне, проживают помимо меня и супруги, четыре собаки и три кошки. Ну, намек вы понимаете, да? Что пора мне переезжать поближе к лошадям. У-у-у! Я-а-а! Первый раз в жизни я на коне. Один день в этно-ауле. Как будто тысячелетняя история народа промелькнула перед глазами, оставив в голове лишь вопросы, как, зачем и почему. Только тут понимаешь, что белое пятно в твоих познаниях имеет гигантские размеры. Но учиться никогда не поздно. А-а-а! Все, я победил! Во-первых, сидеть на коне, это неподдельное очень удовольствие, потому что, ну, серьезно, я первый раз в жизни. Но хотя вот парни сказали, что когда-то в своей прошлой жизни я все-таки был наездником. Потому что я лихо заскочил на этого коняшка. Да, привычки остаются. А во-вторых, еще попытаться как-то бороться с батыром и как-то... Победить батыра! Да, победить батыра! Точно! Вот, 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 животное говорит правду. Конечно, конечно, конечно. Морковки у меня нет, сори. Ножку! Ножку! Оп! Жанара у нас здесь играет роль килинки. И она нам сейчас расскажет лайфхак, что такое баурсак, как его готовят и с чем его едят. Молодая килинка в первую очередь должна помнить, что у нее волосы собраны, руки все чистые. Вот, а для баурсака нам понадобится мука, соль, дрожжи, чуть-чуть сахара, потом молоко. Она может быть кефиром. Когда вот гости приезжают, вот такие килинги делают тесто, да, из, ну, можно сказать, суеверия, то что какой гость, такой получается у тебя баурсак. Какой толщиной должно быть? Тесто не должно быть, оно тонкое и толстое тоже не должно. Ну, со средним тесто. Вот видите, как у нас. Так, ну, толщиной где-то, ну, 7-8 миллиметров. Таинства фактически открыты у вас на глазах, уважаемый зритель. Потом они должны у нас еще постоять, да? 6-7 минут. 6-7. И что с ними будет, когда они стоят? Тесто у нас поднимается, когда вот бросаем масло, масло дам горячее, и у нас получается вот круглый. Вот такие вот свежие у нас баурсаки. Ну что? Ммм, дамды. Это просто, это я могу. А мальчики тоже танцевали? А дедушки? Ну и какой праздник без дискотеки? Хотя и тут не обошлось без обучающего процесса. Вот я, к примеру, узнал, что хореографическое искусство пришло в бытность казахского народа относительно недавно. И совершенно не было присуще кочевнику. Не то чтобы танцоры, они были плохие, как я. Жизнь была такая, не до танцев. Слушай, много сил забирает в танцах. Зато песен было много. Ими рассказывали о жизни и смерти, о радости и горе, о победе над врагом и... Хотя о поражении петь не любили. Говорят, что в таком случае строгий хан мог приказать певца казнить, несмотря на бархатный тембр голоса и правильно взятая верхняя ля. Вот мы передали любовь нашему зрителю и хотим сказать казахстанцы, иностранные туристы наши, гости южной столицы. Когда вы приезжаете к нам в Алмату, пожалуйста, не забывайте и немножечко оставить свое сердце в этно-туризме. Потому что наш быт, наша культура казахского народа, она настолько величественная, настолько потрясающая, что я уверена, что одна мысль вас точно не покинет, что вы захотите жить здесь, у нас, в Казахстане. А на этом, пожалуй, и все. Это был проект «Тысяча троп Алматы и окрестности». Оставайтесь с нами, многое впереди еще интересного. Оставайтесь здесь и будьте счастливы!